всем привет здесь сэм и сегодня у нас обзор на новую камеру gopro hero 4 поколения которая называется просто gopro hero 2014 прикиньте она черного цвета твою мать это так модно классно поехали так давайте распакуем и я вам сейчас немножко не расскажу это gopro 4 поколения но самые базовые версии то есть ее можно принципе сравнить богу про 3 white edition которая была еще предыдущем поколение и так сниму коробочку тут все принципе просто я как этот когда чего который выронил iphone наклеечки инструкции гарантии тут у нас находится комплектация очень скудные достаточно для базовой модели это дверка которая водопроницаемая собственно сам провод который заряжает камеру я вам сейчас не расскажу еще и 2 куда крепления для шлема или еще чего-то и та знаменитая штучка которую вы все любите который был непонятно было для чего когда я не знал и сама камера которая выглядит адски круто это черный цвет она даже такая знаете серая больше очень классно выглядит другие поколения ну black наверное сильвер не будут такие они будут обычным в обычной расцветке это только вот базовая версия такого цвета первое на что мы все обратили внимание она черного цвета второй очень важный неожиданный фактор это то что бокс и камера неразделимы ее невозможно достать из бокса соответственно аккумулятор нельзя снять что конечно большой минус остается надеяться что аккумулятор она будет держать дольше чем другие версии разъемы находятся сзади камеры и их всего два это слот для micro sd карты mini usb а вот коннектора для lcd экрана здесь нет и hdmi тоже убрали бокс и крепления точно такие же как для 3 плюс и вообще если поставить их рядом то мы можем увидеть что размеры у них одинаковые во всяком случае в защитном корпусе тут остался всего один индикатор это из-за того что в камере нет вай фай а значит ей нельзя управлять на расстоянии только при помощи кнопок на боксе что же касается настроек камеры выбор их довольно скуден кроме режима видеосъемки в которых тут всего три 1080 на 30 720 супер вью и 720 на 60 кадров в секунду поменять почти ничего нельзя есть режим фото серийные съемки и тайм-лапс вот пожалуй все то есть все самое необходимое для использования этой камеры я тут подумал похоже эту камеру больше создавали маркетологи они инженеры чтобы завоевать позиции на рынке дешевых китайских экшн камер которые сейчас пользуются популярностью цена этой камеры наверняка будет около 100 150 долларов я не думаю что больше уж очень много производителей убрали по сравнению даже с версией white edition ну а теперь давайте посмотрим немножко примеров как она снимает и сравним их с камерой gopro hero 3 plus black addition так как другой у меня все равно нет а